Соревнование, то есть вы выбираете столик, садитесь, перед данным телевизором соревнование, на котором показываются, и вам это уже будет интересно. Вы можете смотреть даже по ходу и то и другое соревнование, там и бокс, там и хоккей, и американский футбол, но вообще вот этот именно ресторан, это ресторан как американского хоккея, американского футбола, правильно, футбол американский, вот это такой футбол, что вообще в мире подобного нет, вот, и, конечно, вот разные блюда, есть рыбные блюда, насколько я люблю рыбные блюда, мне очень нравится, ну, можно, в принципе, в принципе, можно это развернуть, посмотреть, то есть очень-очень-очень хорошо, уже салфетку я завернула, вот, так сказать, не знаю, как это, но это довольно-таки, довольно-таки вкусно, просто сейчас я салфеточку разверну и покажу, дорогие вам друзья, ну, вот, смотрите, вот на данной салфетке, вот это такая лепешечка, видите, вот, лепешка, а в эту лепешку складываются, значит, идет салат, так, это в основном китайская капуста, но вот так же, как я делала, вот эти салатики, там много, зелень, конечно, здесь не ложится, а вот это куски рыбы, здесь полито очень в барбекю специальные соусы, это такая вкусняшка, конечно, я, допустим, люблю семгу, люблю жареные креветки, мне очень нравится, а здесь другая рыбка, она вкусовала, тоже такая сытненькая, приятная очень, мне понравилось все, конечно, как там, это и как пив, барбек, это, казалось бы, для спортсменов, но туда приходят целыми семьями, выбирают себе местечко поуютнее в залах и отдыхают. В основном, конечно, сидения идут кожаные, мягкие, спинки мягкие, сидушки мягкие, то есть очень комфортно, есть, конечно, столики стоят где со стульями, вот, ну и очень хорошее обслуживание у данного ресторана, крылышки, да, куриные крылышки, жареные в кляве и в масле, такая вкуснятинка, но они как бы не просто крылышки, а уже отделены от косточки и собраны это все в тесте, ну это вкуснятинка, что там говорить. Я, конечно, попробовала, я просто, ну, мне хочется дегустировать, потому что я лесные блюда тоже готовлю, и как бы мне это интересно было, попробовать на вкус и определить, а что бы я, допустим, туда добавила, хотя технологии приготовления, есть технологии приготовления, в каждом ресторане это своя, как говорится, своя кухня, свои диетологии, свои повара, но рестораны, есть рестораны, они отличаются тем, что у них разная диетология и разные вкусовые. Рецепты, конечно, трудно узнать, это невозможно, а вот по вкусовым, если вы уже готовите сам, то можно определить туда, какой соус добавить, какие специи добавить, я, допустим, очень хорошо знаю, какие специи, пряности, приправы идут к любому блюду. Это мы берем, если карри, имбирь, куркума, там, допустим, перец красный, черный, элементарно, да, вот такие специи несут, а их там очень-очень-очень много, и я знаю, сочетаемое с данными специями, к какому блюду они лучше подходят. Ну, если хороший диетолог в ресторане данном, он должен в этом тонко разбираться, потому что вкусовые у людей разные, и чтобы понравилась кухня данного ресторана, надо быть хорошим специалистом. Поэтому я везде пробую, даже если я не ем мясо уже лет 20, но я все равно, у меня уже мои дети говорят, «Мама, ну ты же не ешь уже больше 20 лет мяса, как же ты так сама себе, значит, как бы непонятно, нам непонятно». Ну, как непонятно? Понятно-непонятно, вот я взяла и попробовала, и определила уже того диетолога, который там у них готовит, или главный технолог, приготовления пищи. Итак, дорогие мои друзья, это очень интересный, интересный момент, потому что кухня, это, конечно, я вам скажу, это увлекает, по-хорошему это увлекает, некоторых это раздражает, потому что люди заняты работой, люди заняты бизнесом, особенно как программисты, так это, ну, это надо видеть. Он сидит, бедный, за компьютером чуть ли не 18, 20, 24 часа в сутки, и в результате он не знает, что бы ему быстрее употреблять. Даже кушая пищу, он забывает о том, что он кушает. Вот это уже, конечно, минус от больших, потому что питание, это, как говорится, это святая святых. То, что мы скушаем, то мы потом будем иметь. Поэтому, как говорится, на Востоке говорят так, возьмите пищу из рук доброго человека. А если добрый человек вкусно и правильно приготовит, то она и хорошо усваивается нашим организмом. И, конечно же, надо в этом очень-очень хорошо разбираться и уметь готовить. Потому что не всегда вы успеваете сбегать в ресторан. Ну вот, а дома, если у вас есть все ингредиенты, все необходимое, ну почему вы дома и не приготовите? Итак, дорогие мои друзья, я, конечно, призываю вас все-таки готовить дома, потому что, даже если говорить таким другим языком, вот, с любовью приготовленная пища, она как бы, ну она хорошо располагает к вам. Если вы вкусно приготовили пищу, и ваш любимый мужчина, или ваша любимая женщина, скушали вашу баню приготовленную пищу, то о чем, как вы думаете? Дальше уже может быть и через речь. Любовь к мужчине может идти только через желудок, говорят, ну вроде так. И любовь к женщине может быть только идти через желудок. То есть, как понравилось ему, так он и больше расположен к вам, и он больше тянется. Ну потому что мы с детства приучены к чему? Мы с детства приучены к своим любимым мамам, или к папам, к дому. И, конечно, мы всегда бежим-бегом, спешим домой, приезжаем на машине, торопимся, зная прекрасно, или наша любимая мама, или наша любимая бабушка, или профбабушка из дома, или наш любимый папа, дедушка, прадедушка, круг замкнулся, то мы спешим домой. Почему? Потому что там вкусно пахнет, там вкусно приготовили еду. Это очень ценно. И еще, вы знаете, вот допустим, как я люблю, я даже раньше, я бы вот никогда бы не приготовила сама себе. Как же я на этом буду столько времени тратить? У меня бизнес, я такая занятая. Когда я приехала сюда, на берегу, приехала к своим детям, понимаете, что со мной произошло? Ну, во-первых, у меня мой канал в YouTube. Есть разные страницы. Сейчас, одну секундочку. Извините, а у меня на кухне варилась, надо было выключить. Извините, пожалуйста. Так вот, конечно же, я готовила всегда. Здесь, уже в Америке, во-первых, дети приносят все с магазина, с маркета. Из больших супермагазинов, где можно оптом все покупать. Где, понимаете, ходишь, выбираешь. Я была в этом магазине один раз, первый раз. У меня рот открылся, я замерла, и я давай сориентироваться, потому что огромный, большой ряд только специй. Большой ряд майонезов разных, большой ряд соуса. Ну, если говорить о соках, то есть огромный-огромный отдел, где вы можете оптом покупать и все. О воде я уже тоже не говорю, просто стоят упаковками вода и много-много разных именно наименований фирм, которые готовят эту воду и стерилизуют ее там всякими этими. Вот, у нас тоже есть вода, я уже неоднократно показывала ту воду, которую мы пьем. И вот, как бы я, когда принесли очень много продуктов, начиная где-то от 150 долларов, 200-300 бывают такие закупки. Ну, потому что, ну, раз в 10 дней, раз, допустим, в 2 недели, не каждый раз получается съездить. Все замкнуты. И вот, когда открыла я холодильник на следующий день, то я увидела сказка. Ну, допустим, если ехать в ресторан, муж моей дочери очень занят, он работает, бизнес. Дочь моя тоже она не может, потому что малышка есть маленькая. И таким образом я начала готовить сама себе. А что значит приготовить? Во-первых, надо показать в Ютубе, что это вкусненько может быть, это может быть красиво. И поэтому я вспомнила свою молодость, я вспомнила, когда у меня были мои дети маленькие, и я начала готовить, оформлять блюда. Это приятно. Согласитесь, самому для себя приготовить. Ну, я, конечно, готовила не только для себя, но, допустим, и для дочери. Я показывала, мне говорят, тебе вот это хочется, время тратишь. Съела, пошла, вот я встану, сделала, приготовила, говорю, а мне вот хочется, у меня вдруг появилось желание. То есть где-то в ресторане я попробовала тоже какое-то блюдо, и я думаю, а я приготовлю, попробую сама. И что у меня получится? Но это очень увлекает, честно вам скажу, потому что, ну, у вас у каждого есть семья. Попробуйте ее также. И я думаю, что каждая женщина, как, допустим, если взять Украину, и если взять, как наши знакомые друзья, там живут в России, и живут в других странах, и в Англии живут, есть у нас друзья, и в Польше. Ну, я не буду перечислять, много-много очень государств, которые как бы у нас друзья. И, конечно же, все, все стараются готовить. Итак, дорогие мои, я сегодня, конечно, очень много рассказала вам, не знаю, наболтала много или нет, но я так думаю, что кухня – это святая святых, и как вы ее приготовите, так и будет любовь в доме. Это правда. В древние времена у очага готовили племена еду, и доверяли готовить эту еду самому мудрейшему, который умел это приготовить. Женщина готовит, и мужчина тоже. Так что объединимся, и очень приятно видеть семейный пар на кухне. Многие не соглашаются с этим, а я скажу, я видела так, когда готовят муж и жена вместе, обнимаются, целуются, заряжают эту пищу любовью. Это замечательно. Ведь те мысли, какие вы содержите в тот момент, когда вы готовите еду, такая и будет эта пища, это очень важный момент, чтобы вы не ссорились ни с кем, а готовили ее с любовью. Потому что мы все знаем закон энергетики, что в этом мире существует любовь и правильная приготовленная пища у того человека, какими руками мы ее приготовили, в сердце должна быть любовь. Такое, дорогие мои друзья, берегите свои сердца, наполняйте их любовью, и будьте счастливы. Успехов вам!